Смотрите, какой у нас вид. На самом деле, я совершенно влюблена в этот город. Он настолько, я не знаю, в едином стиле. Здесь и архитектура, и дизайн интерьера, и мода, и машины, и люди. Все в одном стиле. Настолько он органичный. О, кофе. Алоха. Так, кофе, горячая вода. Отлично. Прекрасно. Утро началось. Что есть? Чай. Чай. Сахар. Тут сластитель, сахар. Блин, а у меня же тамблер где-то был. Ну ладно. Крышечки мне не нужны, потому что зачем одноразовые пластики? Лишний. Вот это вообще зло, которое совершенно никому не нужно. Достаточно просто стакан. Монень. Так вот, весь город абсолютно органичный. Здесь все идеально подходит друг к другу. Здесь настолько все к месту. Я даже не знаю, как это описать. Знаете, бывает хаос, бывают города, такая эклектика, когда и модные, и современные, и старые, и, блин, романтика, и гранж, все смешано. А здесь все какое-то очень ровное, очень правильное, очень подходящее. Я просто не могу перестать снимать. Посмотрите, как здесь красиво. Сейчас где-то 8 или 9 утра. И уже около 30 градусов тепла. Мы с Петькой решили сейчас проехаться... Так. И мы с Петькой решили сейчас проехаться по всем симпатичным местам, симпатичным кафешкам, симпатичным домикам. И пофотографироваться, поснимать видео. Пока мы просто в состоянии. Потому что через час мы будем мокрые, как мыши. Пот будет по всему лицу. И нам будет захотеться только забежать в номер, взять что-нибудь со льдом и не выходить вообще до вечера. Так что поехали. Чтобы максимально правильно понять, не знаю, дух, настроение этого города или его внешний вид. Как я написала в своем самом первом посте из Palm Springs. Попробуйте представить себе место, какой-то курорт, на котором вы отдыхали Элвис Пресли или Мэрилин Монро. Вот это ровно Palm Springs. Очень олдскульный, в стиле 50-х, 60-х. Очень много пальм, очень красивая архитектура и много ярких цветов. Яркие двери, яркие цветы, яркие кафе. Короче, все это постараюсь сегодня вам показать. Музыка. Музыка. Мы посмотрим этот отель. Он называется Sagwara. И он мега популярный среди американских блогеров и инфлюенсеров, потому что он весь такой разноцветный. Пойдем посмотрим, что внутри. Пусть такие нас пофоткаться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы с вами посмотрели Sagwara. Давайте посмотрим, что здесь есть поблизости. А сейчас мы приехали в жилой район Palm Springs. То есть здесь уже не отели, не кафешки. А, люди живут. Я говорю, тише, потому что здесь жилые дома. Я хожу прямо из них. Только посмотрите на эту дверь. Дверь мечты. Серьезно, никогда не думала, что я такое скажу. Но существует дверь мечты. Вот это она. Еще очень круто, что здесь очень мало людей. И только, наверное, сумасшедшие фанаты Instagram и YouTube, которые пилят фотографии, пилят видео круглосуточно, приезжают в самую жару, в самое пекло, на самые пустые улицы, где солнце светит тебе прямо в глаз, в лицо, в лоб, в нос. Ты сгораешь за три секунды. Ну посмотрите, как здесь тихо, спокойно и как красиво. Все, возле розовой двери мы пофотографировались, разговаривали шепотом, чтобы никому не помешать, чтобы не побеспокоить этих несчастных хозяев этого дома, которых замучили инстаграмеры. И тут же, буквально через пару дверей, дом номер два, это, я не знаю, как это переводится, party lines. Вечериночные львы. Львы-тусовщики. Вот. Самое забавное, что хозяева вроде как не любят, когда сюда приезжают фотографироваться инстаграмеры и блогеры, но сами специально украшают и прям соревнуются, у кого самая яркая дверь, у кого самый веселый вход. Петь, тебе нравится Palm Springs? Очень пафосно. Ну пафосно красиво или пафосно вульгарно? Сдержанно, но очень пафосно. Так, стыка за. Мы наконец-таки отработали и можем себе позволить позавтракать. Мы приехали в кафе, в котором были в прошлую нашу поездку, и специально его запомнили, потому что здесь невероятно вкусные завтраки. Так, видно название или нет? Palm Greens Café. Палм Гринс Café. Сейчас расскажу, что Петька брала в прошлый раз тофу скрэмбл, и я съела у него, наверное, половину тарелки, потому что было невероятно вкусно. Я брала асайбол. Это невероятно вкусно. Это что-то среднее между ягодным пюре и шоколадным пюре. Вот. Сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Можете хотим заказать что-то другое. Я не знаю, что здесь. Поехали! Это стайбол для меня, чтобы пить комбуча? Да. Два комбуча. Два. 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 Вы можете добавить, правда? Да. Авокадо. Хорошо. Да, это авокадо. А, это там. Хорошо. И только авокадо. Спасибо. Спасибо. Короче, я рассказываю, американцы настоящие фанаты завтрака. На завтрак здесь подаются обычно огромные порции еды. Более того, они любят смешивать сладкое и несладкое. То, что для нас может звучать диким сочетанием, для них абсолютно нормально. Они подают на одной тарелке, например, блинчики с кленовым сиропом и добавляют кусочек веганского бекона рядом. Или бобы с картошкой рядом вафли в сиропе. То есть вот такие сочетания для них абсолютно нормальные. Я переживу. Мне нормально. Я обжором, мне все вкусно. Опять-таки заказала асайдоу. Это густой смузи замороженный из ягод с шоколадным вкусом. Это невероятно вкусно и очень полезно. А я заказала тарелку с как раз сладкими блинчиками, с веганским беконом, тофу с крембл и какие-то фрукты и ягоды. И попросила добавить половинку авокадо. А пить мы будем камбучу, на которой я просто уже помешалась. Ну, вы знаете, по моим предыдущим блогам, это квас из чайного гриба, который... Гриба или гриба? Гриба. Это квас из чайного гриба, который у всех стоял в трехлитровых банках на кухне всю жизнь. Вот, в Америке он возведен вообще в какой-то культ. Камбучу обожают все, пьют все. Она продается в стеклянных бутылках. Это очень модный напиток. Это безумно вкусно. И она еще полезна, потому что это пробиотик, всякие бактерии, которые помогают пищеварить. Так, что нам принесли? Виноград и имбирное. Я поменяла камбучу и имбирную, потому что я имбирь, чёрт, как-то не очень люблю. Но какую-то трилоджи. Посмотрим, что это такое. Это мой заказ. Это блинчики веганские с кучей ягод и фруктов. Бекон из темпе. Тофу скрэмбл. Естественно, кленовый сироп рядом с тофу скрэмбл. Правильно? И с беконом, разумеется. Масло. Пластики. Но мне сказал, кстати, официант, что у них весь пластик перерабатываемый и биоразлагающийся. Хлоринка авокадо. И огромное бедро асай... асай волк, да? Асай что-то. Вот это очень вкусно. Прям м-м-м-м-м. Какая-то вкусно. Я еле живая. Еле передвигаю ноги. Так объелась. А, там кафе какой-то. Я взяла себе эту невозможную невкусную камбучу. Не могу пить имбирные напитки. Прям... они мне поперек горло встают. Но немного так жарко. Хочется что-то холодное купить. Это единственное, что есть с собой. Это наше? Наше. В машину сесть просто невозможно. Тут раскаленное все. И вот сидения раскалены настолько, что у меня теперь жареные волки. Простите. Ну и Настя была бы не Настя, если бы не какая-нибудь такая история. Короче, я ношу контактные линзы для зрения. И у меня от них очень сильно сохнут глаза. Я купила в аптеке первые попавшиеся капли для линз, для глаз. Чтобы глаза не сохли. И, как видите, вот это вот все. Это аллергия. Я закапала глаза, и капли стекали по щекам. Ну, лишнее. То, что я налила в глаза лишняя жидкость. Застекала по лицу. Я теперь в красную полосочку. Привет вам, Клэр Айс. Вы очень не классные вообще. Главное, что мне нравится, не слово про аллергию, возможно. Жарко, страшно. Мы сбежали в отель. Я не могу выдержать, не могу сидеть в номере, когда на улице так красиво. Поэтому я вытянула Петьку. Мы сейчас будем фотографироваться возле Барсейна. Кстати, сейчас покажу вам фокус, который есть у нас в отеле. Вот это территория бассейна. А прямо напротив есть целая комната с холодильником, с газировками. Мы подсели на вот эту лакроа воду. Это обычная минеральная вода, газированная, но ароматизированная. Но не сладкая. Абсолютно без вкуса. По вкусу, как обычная вода. Но с ароматом. Самую жару можно, конечно, коротать в отеле. Можно в баре, в кафе. Но я всегда выберу супермаркет. Серьезно. Поэтому... Где? Где? Волмарт. Это Walmart. Это один из самых крупных супермаркетов в Америке. Крупных сетей. В принципе, крупных по размеру. Каждый магазин. Там есть абсолютно все. От аптечных средств до еды, до одежды, аксессуаров, электроники. Абсолютно все, что угодно. Вот. Поэтому мои планы провести там в ближайшие полчаса. Чипотли — это закусочная, такая в мексиканском стиле. Там готовят тако, буррито и боу. То есть миски с кучей разных начинок. Маленький селсо. Спасибо. И буррито. Спасибо. Продолжение следует. Да, пожалуйста. я купила всякое требедение естественно об этом кстати будет отдельное видео а сейчас мы медленно но верно двигаемся в сторону нашего отеля я купила еду с собой любимом господи я забыла как он называется чепотли это уважили забыла как называется моя любимая кофе кстати наблюдение уже вторую ночь подряд палм-спрингс ночью начинается сумасшедший ветер смотрите причем только ночью днем нет такого века мой долгий день палм-спрингс закончился наконец-таки он заканчивается ровно так как я люблю помощь на час вместо приборов и надеюсь что по телевизору сейчас показывает шарктэнк потому что это моя самая самая любимая передача на свете сейчас будем искать окей шарктэнк к сожалению сегодня нет поэтому мы смотрим опять же вечер заканчивается просто идеально а Субтитры сделал DimaTorzok